Давайте мы начнем. Анализ крови. Анна Владимировна, давайте. Добрый день еще раз, глубоко уважаемые коллеги. Итак, клинический анализ крови. Как ни казалось бы банальным, но это рутинный. Но в то же время, безусловно, очень важный диагностический инструмент для врача любой специальности, особенно врача-терапевта, врача общей практики. Общий анализ крови – это единственный доступный, быстро выполнимый лабораторный анализ, который позволяет подтвердить или опровергнуть какую-либо диагностическую клиническую гипотезу и дать нам шанс и то направление, ту диагностическую мысль, которую необходимо в дальнейшем развивать. Клинический анализ крови – врачебный или медсестринский анализ, который позволяет оценить изменение всех ростков кроветворения эритроцитарного, лейкоцитарного, тромбоцитарного, также провести оценку неспецифического маркера воспаления, скорость оседания эритроцитов. Доктора, сразу надо сделать оговорку. Каждый анализ крови нужно рассматривать с позиции. Какой росток поврежден? Это крайне важно. Один ли, два ли, какая комбинация, но это очень важно. Понятно, что чаще всего это эритроцитарный росток, это наша с вами анемия, но ежели к анемии присоединяются нарушения эритроцитарного, тромбоцитарного и так далее, это уже совершенно другие болезни и требует совершенно другого отношения. Поскольку любые изменения в клиническом анализе крови необходимо оценивать применительно конкретному больному, трактовкой его занимается и не врач-лаборант, а клиницист. В настоящее время большинство показателей выполняют на автоматических гематологических анализаторах, которые в состоянии одновременно определять от 5 до 24 параметров. И мы видим на тех распечатках анализов, которые даются, там не только есть цифровые обозначения, но и графические изображения, не говоря о том, что там огромное количество тех моментов, которые определяет анализатор. Среди них ключевыми являются число эритроцитов, уровень гемоглобина, количество лейкоцитов, тромбоцитов, а также значение соя. Тоже очень важные вещи. Ни в одном анализе крови, как вы понимаете, нет заключения врача-лаборанта. Это делается только применительно конкретному больному, лечащим врачом. Это очень важно. И еще нам это потребуется в дальнейших наших. Существует сегодня чудо века – анализаторы. Вот анализаторы придумали, подумали, включили туда все, что нужно. И, пожалуйста, не надо использовать анализатор, чтобы еще и взять его результаты, взять логарифмическую линейку, калькулятор и дополнительно высчитывать какие-то параметры. В частности, световой показатель. Его не существует. Его нет в этом анализаторе, поэтому его полностью заменил другой параметр, который называется размер эритроцитов. Об этом мы поговорим позже. Ну, вот нормы. Перед вами нормы основных параметров клинического анализа крови, где основные ключевые моменты, касаемые эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов и скорость оседания эритроцитов вы можете увидеть. И снижение в ту или иную сторону мужчины. У нас была конференция, посвященная анемии, где мы скажем, что даже отклонение на 2-3 единицы в минус – это уже анемия, и на это нужно обращать внимание. И это очень важно. Ну, вот теперь давайте мы с вами внимательно посмотрим этот случай, чтобы показать ключевое значение анализа крови. Итак, приготовьтесь к голосованию. Это интересно. Больной 70 лет. Госпитализировал в многопрофильный стационар с диагнозом небольничной пневмонии. Он жаловался на повышение температуры, кашель с трудноделяемой кротой и слабостью. 5 лет на пенсии работал ранее инженером. В поликлинику обращался преимущественно с ОРВИ, в этом его беда. Вредные привычки отрицает. 10 дней появился кашель, лечился самостоятельно, затем появилась лихорадка, слабость, обратился в поликлинику, выполнен рентген грудной клетки и анализ крови. Рентгенологически инфильтративные изменения в верхней доле левого легкого. Терапию никакой не получал, кроме отхаркивающих. В анализе крови гемоглобин 105, МСВ 86, лейкоцитов 10-800, СОЯ 65. Давайте проголосуем. Как вы считаете, какой здесь есть предположительный диагноз? Пневмония, туберкулез, рак легкого, тромбоэмболия с инфарктом легкого или что-то другое. Давайте проголосуем, пожалуйста. Туберкулез, пока, но это предварительно, да? Еще голосуют. Ну, предварительно туберкулез на первом месте, рак легкого на втором, потом идет пневмония, потом тромбозы с инфарктом легкого, ну и, слава богу, другое – ноль. 34 за туберкулез, 29 – рак легкого, 16 – пневмония, 7 – тромбоэмболий с инфарктом легкого, и другое – ноль. Понятно. Вы же понимаете, что должна же быть интрига. Правый, вернее, не правый, те, которые написали ноль. Здесь болезнь совершенно другая. И не пневмония, и не туберкулез, и не рак, и не тромбозы. Давайте сначала пройдемся по этим болезням. Итак, пневмония. Доктора, пневмония никогда не может быть основным заболеванием. Еще и еще в четверг мы это вам очень красиво изложим. Вне больничной пневмонии – это осложнение четырех заболеваний. Это рак, это специфические заболевания, рак, туберкулез, рак, гидоз, неважно. Сердечно-сосудистые заболевания, алкоголь и обструктивные болезни легких. Всякий раз, когда вы берете ручку, писать диагноз пневмонии, надо подумать. Позвольте, пневмония – это же осложнение, а какое же основное заболевание? И надо искать основное заболевание. Вот здесь пневмонии не может быть, потому что она не может быть основной. Верхнедолевая локализация. Ну, вы же понимаете, что я, конечно, прекрасно понимаю, что все как бы нацелены на верхнюю долю, что если это верхняя доля, то это прежде всего, прежде всего туберкулез, рак легкого. Тромбоэмболия с инфарктом легкого, может в верхней доле, но там же клиника должна быть другой, да, там же факторы риска должны быть другие. Там должны быть хоть какие-то, хоть что-то о больном, чтобы позволительно говорить о том, что у него тромбоэмболия легкая. Точнее, тоже в субботу, в четверг поговорим об этом. Но самое-то главное, самое-то главное для терапевта поликлиники важно, важно определиться, что главное, а что второстепенное. И вот если мы вернемся к этому случаю, то главное здесь не верхняя доля, а главное здесь чрезвычайно ускоренное соя. 65. Было бы 30, было бы 20, было бы 40. Я бы никогда этот диагноз вам бы не привел. А у него 65. Запоминаем, запоминаем. Если скорость соседания эритроцитов 60, 70, 80, нужно думать прежде всего о нейлонной болезни, на втором месте гипернефроидный рак почки, на третьем месте лейкоз и на четвертом месте ревматологические болезни соединительной ткани. Если это не будет представления, мы пропускаем многие болезни. Этот человек ходил, почему я сказал, несчастье его в том, что он ходил и получал диагноз ОРВИ. В этом его несчастье. Потому что если бы был акцент на анализ крови, и делался ли он вообще, то его болезнь, которая называется миеломная, могли бы диагностировать. Обратите внимание на этот череп. Весь в дырках. Весь в дырках. Это все миелоидная метаплазия. Посмотрите, М-градиент какой. Белок зашкаливает у него. Наличие М-градиента, наличие миеломных клеток, так называемого парапротеина, который добавляется к протеину собственному, к общему белку, и в итоге растет количество, общего количества белка. У них 90-100. У них в моче появляется высокая протеинурия. Есть анализ мочи на специфический Бен Джонса. Но главное, у них есть проявление, которое мы только что показываем. Это дырки в голове. Это кости разрушены в результате метаплазии этих клеток в кости черепа. Вот какая есть боль в костях здесь ни при чем. Итак, вот значение СОЯ. А вот наш круг знаменитый, который должен висеть у вас в каждом кабинете, потому что он ключевой момент. В середине круга это диагноз двери. Кто приходит? Пожилой, молодой, мальчик, девочка, толстый, худой, курящий, пьющий, и так далее, и так далее. А следующий круг – обязательных анализов. И в этих обязательных анализах отдельным пунктом стоит ускорение СОЯ, потому что к этому сегодня отношения всемирные. Созданы общества, европейское общество по изучению скорости оседания эритроцитов. Общества созданы. А дальше вы посмотрите желтый круг. Те болезни, которые сопровождают это явление, как ускорение СОЯ на первом месте – милома, но только избыточное – 65-70 и выше. Итак, СОЯ. Давайте мы начнем с этого. Итак, скорость оседания эритроцитов. Ну, во-первых, что это такое? Это не специфический показатель крови, который отражает соотношение альбоминов и глобулинов в плазме. Скорость оседания эритроцитов оценивается по высоте образовавшегося слоя плазмы – миллиметры за один час. Что очень важно знать? Что данный показатель зависит от того, как соотносятся в крови альбомины и глобулины. Если в крови повышается количество глобулинов и моноглобулины – воспалительный процесс, парапротеины – миеломная болезнь, болезнь Бальденстрема, то скорость оседания эритроцитов увеличивается. Напротив, если увеличивается количество альбоминов, соя уменьшается. Важная задача. Ну, вот был такой Бернацкий, который определил место соя в медицинской практике. Молодой ординатор клиники Варшавского университета, вошедший в историю. Ну, и вот, став потом известнейшим польским терапевтом, патологом и историк медицины. Не очень долго жил, но много чего сделал. И вот он разработал оригинальную методику исследования соя, при которой, ну, в общем, это уже не имеет значения, он впервые показал значение соя при разных заболеваниях. Ну, а уже в последующем, даже, может быть, и не зная о работах Бернацкого, знаменитый в Астергрен, да, в 2017 году на съезде хирургов и гинекологов вот дал такой доклад, и вот тут разные фамилии, ну, слава, вот эти люди, которые все это дело довели до практического определения. Не менее важно знать, что изменение скорости оседания эритроцитов практически всегда, за исключением некоторых физиологических состояний, свидетельствует о патологическом процессе. При этом соя – это не специфический показатель, не позволяющий судить о локализации и характере патологического процесса. Однако степень увеличения соя может определить направление для диагностической мысли. Что важно помнить, что на изменение величины сои влияет не только какой-либо патологический процесс, развивающийся в организме человека, но и ряд физических факторов внешней среды и крови, а также условия забора, хранения, транспортировки крови для исследования. Какие факторы влияют на изменение и значение показателей соя? Факторы, оказывающие влияние на скорость оседания эритроцитов. Во-первых, это температура окружающей среды, температура исследуемой крови, время, прошедшее с момента взятия крови до исследования, прием антикоагулянтов, используемые антикоагулянты, расположение пробирки, то есть все те нюансы, которые связаны именно с забором крови. Форма эритроцитов, диаметра эритроцитов, ну и так далее. Красные флаги, то есть те ключевые моменты, на которые мы должны всегда обращать внимание. Это то, что сказал Аркадий Львович, это резко ускоренное соя, сочетание повышения соя с изменениями со стороны ростков кроветворения, и повышение соя с неспецифическими симптомами, такие как лихорадка, снижение массы тела и слабость. Ну вот о чем это говорит? Либо о ревматологических заболеваниях, либо об онкологических заболеваниях, либо о гематологических заболеваниях, если соя сопровождается с ростками кроветворения. Кстати, в нашем случае, вы избыточное соя, с одной стороны уже красный флаг, и там была анемия, которая свидетельствует о изменении эритроцитарного ростка, вот вам и сложилась имелома. А вот теперь тот алгоритм, который мы вам предлагаем, который должен быть всегда под рукой, под стеклом. Изменение сои. Ну давайте разберем сначала уменьшение сои. Вы помните, когда значительное количество альбуминов выше, чем глобулинов, это вот в этой ситуации соя уменьшается. Ну, во-первых, это может быть при эритремии. Эритремия бывает болезнь вакеза, да, истинная болезнь, болезнь Гайсбека еще, когда эритремия сопровождается, и артериальная гипертензия такая есть, но есть симптоматические эритроцитозы, или как их называют, вторичные эритроцитозы. Это жители горных областей, да, это некие люди с легочным заболеванием хроническим, с пороками сердца, с ожирением. Ну, есть избыточные продукции эритропоэтинов, ну, и всевозможные эндокринопатии, ну, в частности, цинкокошинга. А также на уменьшение соя может повлиять голодание и кахексия. И напротив, и напротив, увеличение соя, вот это то, о чем мы с вами хотели, с вами вот поговорить. Значит, во-первых, физиологически, беременности, послеродовой период, месячный, умеренный, да, увеличение соя при анемиях, при острой кровопотери, при нарушении липидного обмена, при гипотириозе, ну, различные лекарственные препараты. Ну, и значительные, да, больше и сорока. Ну, вот здесь вы видите гемобластозы, да, онкогематология, ну, это вот туда и относятся неоломные болезни, гипернефрома, гипернефроидный рак почки, другие онкологические заболевания, ну, и то, что мы уже говорили, болезни соединительной ткани, вот, различные ревматологические заболевания. Ну, какие-то тяжелые инфекции, но это на последнем месте. Асновное, не забудь, миелома, да, и гипернефроидный рак почки. Следующее, что мы с вами рассмотрим, красный росток, это эритроциты. Пожалуйста. Эритроциты или красные клетки крови, это безъядерные форменные элементы крови, содержащие гемоглобин. Их основная функция – это транспортировки кислорода и углекислого газа. Ну, понятно тоже. Да. Гемоглобин – это гемопротеин, который состоит из глобина белковой части и геможелеза, содержащей части. Гем представляет собой парфирин, который входит в двухвалентного железа. Белковая часть молекул состоит из четырех субъединиц, каждая из них присоединена гем с одним ионом железа. Одна молекула гемоглобина способна связывать четыре молекулы кислорода и формируется так называемый оксигемоглобин. Или углекислого газа – карбоксигемоглобин. Эритроцитоз – это увеличение количества эритроцитов и гемоглобина более референтных значений. Если говорить об эритроцитах, это более 6 миллионов и 5 миллионов. И гемоглобин выше 160 грамм на литр и 150 грамм на литр. Мужчина и женщина соответственно. И вот когда мы говорим про эритроцитоз, про эритроцитоз, надо понимать, что он может быть физиологический, это опять жители высокогорья, новорожденные, а вот может быть патологический, тоже две части относительный. Ну, например, обезвоживание, дегидратация любой, этиология, диарея, массивные ожоги. Это кетоцитоз при сахарном диабете, это длительная жажда, ну и это употребление алкоголя. Абсолютный эритроцитоз, может быть первичный, мы уже об этом говорили, это болезнь Вакеза, ее разновидность артериальной гипертонии, болезнь ГАСБК. И вторичный, за счет гипоксии, это все легочные заболевания, пороки сердца, горная болезнь, ожирение. Он может быть за счет повышенной продукции эритропоэтинами при разных ситуациях, при раке, при гидронефрозе и при избытке кортикостероидов. Вот эритроцитоз. Я думаю, что такое, ну, достаточно понятное алгоритм, который мы вам предлагаем. Ну, клинику эритроцитоза, это все люди определенными красными лицами, то, что мы называем, плетера. У них увеличены селезенки. Селезенка, естественно, повышается артериальное давление, головная боль, головокружение с обмороками и склонность к тромбозам. Это наиболее частые сателлиты эритроцитоза. Другая сторона – это эонемия, это мало крови. Три портрета великих терапевтов Сергея Петровича Боткина, Максима Петровича Кончаловского и Иосифа Абрамовича Кассирского. Ну, и вот в дневнике у Даля разнаписано, что анемия – это недостаток крови в живом теле или недостаток здоровой крови. А вообще, это группа клиника гематологических синдромов, в общем, для которых является снижение консистрации гемоглобина в крови чаще при одновременном снижении и числа эритроцитов. У нас некоторое время тому назад был маршрут, не маршрут, а экспресс, посвященный анемии. Кое-чего я оттуда взял, но думаю, что не все нас видели, тем более по голосованию, которое мы сейчас проведем, все будет понятно, кто нас смотрел, кто нас нет. Но для того, чтобы понимать значение анемии, это моя любимая тема, да, возврат к тем великим терапевтам, которые просто так ничего, поверьте, не делали в клиническом плане. Посмотрите, что сделал Образцов Василий Парменович, когда ему отвечал отличник, ответил прекрасно на билеты, но Образцову что-то не хватило, и он задал этому отличнику, который вообще там круче, чем обрыв, задал вопрос. И он выбрал дополнительный вопрос из Великой клиники внутренней болезни только один, Аня Зайпойкова в Стос, ну, то, что относится к анемии. К сожалению, Букреев не ответил, и этого было достаточно, чтобы Василий Парменович сказал, прошу вас, милостивый государ, прийти ко мне осенью. Он не мог пропустить в мир медицинский человека, который не знает анемию. Вот отношение великих терапевтов к анемии. У нас сейчас все наоборот. Три ключевые причины анемии. Первое – повышенное потребление, кровотечение. Кровотечение номер один. Снижена продукция эритроцитов, дефициты тех или иных ингредиентов, ну, и секвестрация, ну, в результате травмы, гематомы, гиперспленизм. Вот три основные причины. Анемия определяется уменьшением концентрации гемоглобина, концентрации гематокрита или количества эритроцитов. Критерии Всемирной Организации Здравоохранения говорят нам о том, что гемоглобин менее 130 г на литр у мужчины и гемоглобин менее 120 г на литр у женщин – это критерии анемии. Пересмотренные критерии ВОЗ для пациентов со злокачественными образованиями. Теперь для них считается анемия, гемоглобин ниже 140 г на литр у мужчин и менее 120 г на литр у женщин. Анемия является распространенным заболеванием и выявляется у 4% мужчин и у 8% женщин. Ну, согласиться здесь нужно абсолютно со всеми параметрами, кто реми последнего. Наша страна, она не входит в эту статистику, у нас анемия встречается намного чаще, чем 4,8%. Почему так в нашей стране происходит? Анемия, вот доктор пишет, анемия хронического воспаления, это очень часто встречается, часто и об этом поговорим, действительно часто. В статистике не указывается анемия в качестве основного заболевания. Это всегда вторичная история, поэтому сколько больных с анемией, никто не знает. А анемий – великое множество. Вот только маленькая толика, только маленькая толика различных причин анемии, как вторичного явления, не первичного, а вторичного. Ну, вы видите, вот в таком массиве, вот в таком массиве нужно разобраться, с чего начать обследование, как узнать. А вот это то, что я чрезвычайно люблю, этот слайд, который вам, может быть, поможет изменить свое отношение к анемии. Итак, верхний рисунок, нормальный сосуд, все хорошо, и вдруг снизился гемоглобин. Неважно, по какой причине, не имеет значения. Месячные – не имеет значения. Что появилось? У девушки, у женщины, ну, слабость какая-то, недомогание, ну, может, тахикардия, может быть, одышка там при физической нагрузке. Прошло, восстановился, все прошло. А теперь представьте снижение такое же небольшое на один грамм на литр, на два, на три у больного с атеросклерозом, когда все органы и ткани уже находятся в некой гипоксии, потому что атеросклероз мешает кровотоку. А тут еще и гемоглобин снизился, тут уже качество жизни не имеет значения, тут на пороге смерть, на пороге смерть. Поэтому сегодня определили, что анемия не состояние души. Абсолютный риск помереть в любом возрасте, в любом поле от сердечно-сосудистых осложнений. Каждого больного с анемией нужно рассматривать с этих позиций. Будет иначе – ничего не получится. Какая бы ни была профилактика. Не пить, не курить, там есть овощи, фрукты 400 грамм, все что угодно. Если будет анемия, справиться со смертью при инфаркте, инсульты – нереально. Но если так, то посмотрите реальная жизнь. Мы посмотрели большое количество амбулаторных карт и посмотрели, только нас интересовал уровень гемоглобина. И там, где он был низкий, мы смотрели, отражено ли это в диагнозе или нет. Итак, это все были больные с анемией. В поликлинике анемия имеет отражение в диагнозе чуть-чуть меньше трети случаев. В стационаре побольше, но тоже. Почему такое отношение к анемии в стране? Ответа на этот вопрос нет. Смерть из велика, анемии. Никто внимания не обращает, все печально. Ну, мы пошли дальше. Мы посмотрели реальную, реальную цифру распространенности. Помните там слайд 4-6%, посмотрите. Да, если смотреть просто в поликлинику, да, 6%. А если посмотреть в стационаре, то 13%. А если посмотреть результаты вскрытия, обратите внимание, то 30%. Третий, каждый умирающий имеет сниженный гемоглобин. Так как же не разобраться? Самая важная анемия, анемия пожилых, анемия железодефицитная, анемия опухолевых и хронических заболеваний, которым писал доктор, и последствия кровотечения. Вот это самые ключевые позиции. Я не претендую, чтобы те, которые слышали уже это и знают ответ, могут не голосовать. Это для тех, кто этот пример видит первый раз. Это Габриэл Гарсио Марки «Сто лет одиночества». Ну, прочитайте. Ее зеленоватая кожа и вздувшийся твердый как барабан живот свидетельствовали о плохом здоровье и постоянном недоедании. Долго ее не могли заставить есть. Никто не мог понять, почему она не умирает с голоду, пока не открыли, что Ребекке по вкусу только влажная земля до куски и звездки, которые она отдирает ногтями от стен. Землю и звездку она ела тайком, с сознанием вины, и старалась делать запасы, чтобы полакомиться на свободе, когда никого не будет рядом. Так написал, описал девушку Габриэль Гарсио Марки «Сто лет одиночества». На сегодняшний день такие девушки у нас встречаются, если вы у них спросите. Не надо ничего спрашивать больше. Все, достаточно. Едят ли они землю? Давайте мы посмотрим, как бы вы поставили диагноз тому случаю, который описал Маркис. Итак, это ликоз, либо это у Ребекки маточные кровотечения, и после этого она вынуждена вот так себя вести. Может быть, это болезнь, которая называется хлороц, а может, он писал про язвенную болезнь венстеперстной кишки. Давайте проголосуем. Вот слагаемые терапевты, оно же непростое, да? Там и семья имеет значение, учителя имеют грандиозное значение. Грандиозное. Без учителя стать трудным в медицине каким-то. И очень имеет большое значение чтение книг. Да, и не только медицинских, и обязательно там тех книг, которые были в 19 веке написаны, и немедицинские имеют ключевое значение. Вы можете пойти на любой из фильмов, на любой спектакль. В любом случае там что-то будет про медицину. Как вы сегодня плохо выглядите, да, или вы стали что-то джачи кашлять, или чихать, или вы там долго сидите в туалете, обязательно что-то будет. И вот из этого складывается великая медицина в том числе. Но вот об этом поговорим, постоянно об этом говорим. 67 за хлороз, 12 маточное кровотечение, 10 лейкоз, 8 язвенные болезни с перстной кишки. Ну да, ну правильный ответ, конечно же, хлороз. Отдельное заболевание железодефицит, анемия. Только у женской половины человечества. Либо в период полового созревания, либо в период полового увядания эти женщины и девушки начинают есть мел. А им не нужно подавать ни одни духи каких-нибудь великих фирм мира, лишь бы постоять и понюхать газа дизельных транспорта. Они любят находиться в свежевыбеленной помещении, запах вот этой сырости. Да, и многое-многое. Раньше, когда был популярен зубной порошок, они его жевали. Если в школе пропадает мел, то учительница должна знать, что в классе есть не вор, а девочка с хлорозом. Этих больных называют бледная немочь или же хлоранемия или же просто железодефицитная анемия. Лечится железом, возраст проходит, все нормализуется. Ну, а те, кто написал язвенные болезни, доктора, у молодых женщин язвенной болезни не бывает никогда. Болезнь молодых преимущественно пьющих людей. Каждая анемия, она имеет за собой негативные последствия. И это не только само наличие, но наличие анемии, оно связано с более длительными госпитализациями, то есть наличие самой анемии провоцирует более длительные госпитализации, повышает риск смертности, в частности смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И что еще более важно, анемия может быть ранним признаком ранее недиагностированной злокачественной опухоли. Словом, ничего хорошего анемия не сулит. Это мой любимый слайд, который мне подарил главный гематолог Москвы Вадим Вадим Птушкин. Кто-то был на Таиланде, знает, а сейчас вообще это является единственным бизнесом на Таиланде, потому что россияне ездят сейчас в Таиланде или нет? Нет, сейчас закрыто. Ну вот, и поэтому они сейчас все ушли с пляжа, подходят, долбят вот это каучуковое дерево, получают сок, затем его сливают, утвердитель какой-то добавляют, в итоге появляется вот это тесто, они его раскатывают и делают эти блинчики, потом его продают. Так вот, оказалось, что количество блинчиков зависит от уровня демоглобина крови у тех, кто его производит, вот у этих трудящихся. Более того, в Таиланде существует правило, что уровень гемоглобина отражает, отражает успехи в плане продвижения по административной или там производственной лестнице и зарплате. Поэтому, если приводят молодого человека девушку знакомить с родителями, то вместо здравствуйте папа спрашивает у мальчика, какой у него уровень гемоглобина. Если он будет невысокий, он не даст согласия, потому что понимает, что у него девушка, его дочка должна жить благополучно, а человек с аномией зарабатывать деньги не может. Во всех случае, большие. Еще последствия. Сердечно-сосудистые заболевания, когнитивные нарушения, риски падения переломов, ну и снижения всего того, о чем было сейчас сказано. Простая симптоматика, ее нужно представлять, я надеюсь, это все понятно. Есть общие симптомы аномии, там слабость, недомогание, игровокружение, а есть частые симптомы, вот как при хлорозе или как при железодефиците, ломаются ноготки, выпадают волосы, ну или как вот здесь надо обратить внимание, потому что при спрена мегалии это уже совершенно другая болезнь, при лимфоденомпатии совершенно другая болезнь, которую нужно понимать и знать и не пропустить. Вот если бы спросили там 15 лет тому назад, какие вопросы нужно задавать больному, который приходит, то такой бы последовательности не было. Сейчас мы живем век аспиринов, НПВП, поэтому изменились и вопросы, которые задаются больным. Вот обследование, которое в обычной поликлинике проводится для уточнения причин анемии, гинеколог, и уролог, и ПСА, и УЗИ, и эколоскопия, гастроскопия и так далее, и так далее. А я бы хотел узнать ваше мнение, с чего вы начинаете обследование, и если к вам придет женщина в возрасте 64 лет, с чего надо начинать диагностический поиск. Вы хотите показать консультацию специалиста, гинеколог, а может быть надо гематолога начать, или вы хотите сделать энтоскопический средний орган желудочно-кишечного тракта, а может анализ крови на скрытую кровь, а может быть другое, тут мы не записали другое, пятое будет другое, давайте проголосуем. Итак, консультация гинеколога женщины 64 года, но вероятность великая, консультация гематолога при анемии, что там было еще, энтоскопическое исследование, либо фиброгастроскопия, либо колоноскопия, а может быть ножикал на скрытую кровь, давайте послушаем, посмотрим, что вы имеете. Итак, женщина пришла на прием. Другое, о, другое, ну, напишите, доктора, что такое другое, что подразумевается, компьютерная томография, вот другое, пожалуйста, дайте пояснение, Екатерина, да, Светлана, Людмила, женщины хотят другое, что же другое, и Рима туда же, женщины хотят другое, чего же вы хотите, напишите, пожалуйста, самый простой гинеколог калу на скрытую кровь, затем энтоскопия, ну, проще паре на репе, это, да, только кто будет считать деньги, потраченные на все, на это, самая беда в том, что в поликлинике деньги никто же не считает, хотите энтоскопию делайте, хотите комнатскопию делайте, отсюда, да, с другой дырочку, пожалуйста, хотите гинекологу хотите, все, пожалуйста, кто только деньги считает на это, на все, и время, затраченное всеми, на консультацию специалист, гинеколог, 28 человек решили, что нужно к гинекологу, Гематологу сразу решили двое. Гематолог не консультирует больных с анемией. Никогда. Кал на скрытую кровь. Ну, желудочно-кишечные кровотечения у женщин вообще редко бывает. Ну, и эндоскопические исследования, да. А вот те, которые… О, слово «какая анемия?» – доктор задает вопрос. Ну, так вот же в этом же и суть. Не каждую анемию нужно консультировать гинекологу. И совсем далеко не каждую нужно вставлять эндоскопы в разные дырочки. В этом же суть вопроса. Итак, конечно же, другое. А другое – это размер элитроцитов. Посмотрите. Ведь как только вы определите размер элитроцитов, ни креатинин, ничего, что вы здесь пишете, размер элитроцитов – сразу начинается все понятие. Итак, MCV меньше 80, микроцитоз. Первое, что нужно делать – это определить железо. Потому что если железо снижено, это, как правило, кровотечение. И тогда, пожалуйста, эндоскопы во все места. Гинекологу показывать женщину без кровотечения не надо. Это не гинекологическая история. Есть кровотечение – покажите. Если разговор идет о вот такой диагностике. Неопрофилактике. Неопрофилактике. Это не маммография, которая там положена женщине. Ну, не в 64, а в 40 лет. Так вот, а если при анемии микроцитарной много железа, вот тогда эта таласемия – это единственное показание для консультации гематолога. Все остальное, извольте, выполнить все необходимые процедуры, а потом, если нужно, показать гематологу. При нормакстозе нужно делать ретикулоциты и тоже ничего никуда не вставлять. И ни с кем не консультировать. Потому что по количеству ретроцитов будут ясны направления. А если макроцитоз, то нужна стернальная функция и опять никого, никуда не надо консультировать. И назначить В12 и успокоиться. Вот вам, как определяется уровень МСВ. Вот если близко к вертикальной строчке, это микроцитарная. Если далеко, то макроцитарная. Но если в серединке, то нормоцитарная. Ну, вот так выглядит блеклопериферическая кровь при разных вариантах. В отличие от дефицита железа, талосимия, сидробластиномия с избытком железа. Макроцитоз мы уже показали. Первое – это В12 дефицита. В12 фолиевой кислоты, неважно. Это очень важно. Заболевание печени – это состояние В12 дефицитное, а не болезнь Дисона Бермера. Алкоголь с этим же связано. Влияние на печень тоже с этим связано. Да, вот вы знаете, что сейчас многие лекарства при ковиде убрались с рекомендаций, потому что они обладают гепатотоксичностью в том числе. Ну, и милодиспластический синдром – самая трудная история. Самая трудная. Ну, что дефицит В12? Должна быть клиника фуникулярного миелоза, должна быть язык малинового цвета, должны быть простези, как проявление фуникулярного миелоза, и должны быть поносы, так называемые ахлоргидрические поносы, потому что в условиях В12 дефицита атрофический гастрит, у пожилых людей это в основном, и оживает микрофлора, и вызывает тяжелый вот такой дисбактериоз в виде поносов. Очень важно. Очень важно это тоже понимать. Ну, вот это я уже сказал. Всасывание В12 в желудке в основном, но какая-то часть всасывается еще в толстой кишке, поэтому обследование толстой кишки нужно. Кстати, очень имеет большое значение и в дефицитальном диагнозе, и глисты. Не надо про это забывать. Ну, а остальное, вот видите, тут нет желудка, нет всасывания, конечно, будет анемия. Ну, гельминт, я уже об этом сказал. Дефицит фалатов. Ну, вот кто этим особо занимается, ну, как правило, речь идет о дефиците витамина В12. Ну, вот, да, видите, тут фуникулярного милоза нет, но все остальное очень-очень-очень похоже. Предрасположенность есть, но редкая болезнь, но за исключением, может быть, кроме. Прием препаратов, ну, метатриксат, да, и сульфасалазин – это ключевые моменты. Милогиспластический синдром. Трудная история, когда анемия никоим образом никуда не вяжется, она, как правило, нормоцитарная, ну, и золотым стандартом, это морфология и цитогенетические исследования. Обязательно, без этого невозможно, даже близко. И это у дел гематологов. Это вторая история после исключения обычных вещей. И вот эта анемия нормоцитарная как раз вот есть тут ряд вопросов. И в частности, анемия хранит изоболеваний, ну, которые требуют терапевтического подхода. Патология почек с умением, ну, с меньшим выбросом продукции эритропоэтина тоже вот здесь она этим сопровождается. Попровождается анемия опухолевого, вы тут видите, анемия при системных заболеваниях. Ну, и вот финал. Эта цифра надо знать. Качество жизни ухудшается, органное осложнение увеличивается, смерть увеличивается, часто связано с дефицитами, с воспалением. Может быть признаком не выявленной опухоли, не выявленного ревматологического заболевания. Ну, и большинство случаев анемии может быть компенсировано медикаментозно без гемотрансфузии. Ну, те, кто хотел бы знать, при каких ситуациях гемотрансфузии 70 и ниже, это 100% показания. Ну, а ежели при гемоглобине 100 и ниже обостряется стенокардия, появляется какая-то тяжелая болезнь, это тоже есть показания для переливания крови. Но надо иметь в виду, что если есть макроцитоз и есть подозрение на B12, надо сначала сделать стернальную функцию, после этого можно делать переливание крови.